Акробатический рок-н-ролл Редкий зритель во время этого зрелища останется равнодушным. Достаточно посетить соревнования по акробатическому рок-н-роллу, чтобы убедиться, человек может летать. Даже философия Всероссийской Федерации Акробатического Рок-н-ролла выражается в трех словах – доверяй, мечтай, летай. В них вся сущность этого удивительного вида спорта. И доверяя партнеру, никогда не выполнить сложные акробатические элементы, а без взаимного доверия не добиться победы. Акробатический рок-н-ролл танцует в России уже 30 лет. Официальным видом спорта Госкомспорт СССР признал его в 1991 году. Акробатический рок-н-ролл – это разновидность спортивного танца, объединившая в себе хореографию и акробатику. Это очень эффектное сочетание, делающее выступления спортсменов зрелищными и зажигательными. Танцоры выступают парой, группой из нескольких девушек или целой командой пар. Коллектив «Респект» Вайхали собрали в 2018 году. Сейчас здесь занимается 30 человек. Тренируются 5 пар, остальные девушки оттачивают мастерство в дисциплине «Формэйшн». К слову, в рок-н-ролле их три – «Б-класс-микс», «А-класс-микс» и «М-класс-микс». Внутри дисциплины возрастные категории. У взрослых спортсменов в программу входят танцевальное движение и акробатика. У младших гимнастов только танец. Наивысшим уровнем считается класс «М», поскольку в нем используются сложнейшие акробатические приемы, а правила устанавливают необходимое количество их выполнений. В обмазанном регионе пар такого уровня еще нет, но настрой юных спортсменов более чем боевой. Учат новую программу. Она стала сложнее, там появилось больше трюков. Много всяких сложных элементов. Основной шаг, еще всякие акробатические трюки. Ну, они некоторые сложно исполняются. Они очень трудные, конечно же, но надо все-таки стараться их восполнять, так сказать. Мне нравится этот рок-н-ролл, потому что, как только я начала заниматься с первого года, конечно, я не знала нашу новую учительницу по рок-н-роллу, но потом вскоре я, да, потом мы сблизили все, и теперь у нас собрался наш коллектив. И мы стали дружной семьей. Вот такой рок-н-ролл. Толчок к развитию нового направления в Алмазной провинции дал фестиваль настроения. Он проводится по инициативе акционерной компании «Алроса». Учить рок-н-роллу северные команды в рамках фестиваля приезжают прославленные российские спортсмены. Мы приезжали два года назад первый раз. Было много народа, но не так много, как сейчас. Когда рок-н-ролл был на самом начинающем уровне, и федерация, и ваша компания «Алроса» сделала такой вызов и нам, и себе, что можно ли мы в Якутии, в месте, где очень много талантов вообще во всех видах спорта, сделать еще и рок-н-ролл. И спустя год ваши команды и удачная, и Айхал, которые курирую я как наставник, выиграли, вот в апреле были всероссийские соревнования среди корпоративных клубов, и они стали лучшими в стране. Первый большой шаг северных команд сделан. В Алмазной провинции танцуют рок-н-ролл, а Мирный уже не первый раз принимает у себя участников республиканского чемпионата. Здесь уже все всерьез, правила нужно знать на зубок. Исполняется танец под ритмичную музыку. Частота 46-52 удара в минуту. Так как элементы, из которых состоит выступление, довольно сложные и требуют не только повышенного внимания, но и полной отдачи, то длительность номера обычно составляет полторы минуты. В соответствии со статусом конкурсной программы, класса выступления и сложностью номеров, количество акробатических трюков в танце строго регламентируется. Также строго следят судьи и за костюмами танцоров. Очень жесткий регламент, потому что, допустим, нельзя, чтобы у ребенка сережка была в ухе. Это снимается сразу штраф. Какие-то украшения, все снимается абсолютно. Нельзя, там много есть замечаний по костюму, допустим, открытые ноги, закрытые ноги, можно ли там головной убор, можно ли в руках, чтобы было или нельзя. То есть каждое, все прописано, все регламентировано. Поэтому здесь можно оттанцевать изумительно и получить ноль. Энергичный танец с элементами акробатики отлично укрепляет тело и мышечный тонус, развивает ровную красивую осанку, формирует отличную растяжку и всесторонне развивает детский организм. Это отличная возможность направить чрезмерную энергичность ребенка в нужное русло. В рок-н-ролле мне больше нравится темп, движение, сама музыка, потому что музыка такая энергичная, смешная. Акробатическим рок-н-роллом можно заниматься с самого детства. Оттачивать идеальное исполнение сложных трюков нужно годами, поэтому заниматься этим направлением лучше с самого юного возраста. А при должном упорстве и стараниях спортивное хобби может прирасти в профессиональную деятельность. И смотрите далее в программе «Проспорт». Совсем скоро вы узнаете, как приготовить легкий диетический пирог на скорую руку. А пока кое-что о спортивном инвентаре. Повысить эффективность тренировки поможет вспомогательный инвентарь. К этой категории как раз относятся утяжелители. Обычно их применяют спортсмены, стремящиеся увеличить скорость и резкость движения. Утяжелителями называют специальные манжеты с вшитым в них грузом. В качестве наполнения используется или сыпучий материал, или пластинки из металла. Наш организм очень быстро привыкает к той или иной нагрузке, допустим, к собственному телу. К примеру, мой вес составляет, к примеру, 80 килограмм. Я тоже самое, допустим, выполняю подтягивания на турнике. Как я только замечаю, что у меня нет прогресса в плане развития мышечной массы, допустим, спины, то я понимаю, что мне нужны утяжелители. Они будут разные, допустим. Взять этот утяжелитель, да, он набитый песком, как правило, песком наполняются. Это на пояс утяжелитель одевается. Чаще, конечно, используются утяжелители, которые надеваются на запястье и на голень ноги. Эффективность, безусловно, конечно же, есть в утяжелителях. Она повышает интенсивность в разы. Потяжелители выполняют кардиостимулирующую функцию. Они закаляют мышцы, улучшают работу сердца и сосудов, помогают сжигать жир. Недостатки у них отсутствуют. Главное – не нарушать технику выполнения упражнений. Заливной пирог – это просто находка для практичных хозяек. Называется он так из-за консистенции. Для теста оно буквально выливается на начинку. Разновидностей таких пирогов много, а принцип приготовления всегда один. Это особая выпечка, времени уходит мало, а результат всегда радует. Сегодня я предлагаю приготовить капустный заливной пирог. Это прекрасный вариант диетической выпечки на скорую руку. В таком пироге всего лишь 95 калорий на 100 грамм. Для теста нам понадобится 450 миллилитров обезжиренного кефира, 320 грамм муки, сельнозерновой или овсяной, 1 чайная ложка соды. Для начинки возьмем 400 грамм капусты, 2 моркови, специи и зелень по вкусу. Соду всыпьте в кефир и оставьте на 10 минут в теплом месте. Мы пока приготовим начинку. Мелко натрите морковь и отправьте пассероваться на сковороду. Капусту нашинкуйте, добавьте ее к моркови и тушите до готовности. В кефир добавьте щедрую щепотку соли, муку и замесите тесто с помощью миксера. Половину теста распределите по дну формы, затем выложите начинку. Залейте второй половиной теста, она должна закрывать всю начинку целиком. Выпекайте пирог около 40 минут при температуре 160 градусов. Пирог получается нежным и вкусным, а готовится быстро и легко. Питайтесь правильно и будьте здоровы! Надоели привычные виды спорта? Попробуй есть на скорость. Что это? Вид соревнований, в которых участники соревнуются друг с другом в потреблении как можно большего количества пищи за отведенное время. Откуда? Скорее всего из средневековой Европы. Например, такой конкурс упоминается в исландском произведении «Младшая Эда», написанном в 1220 году нашей эры. Что нужно делать? Есть и как можно быстрее. На скоростное поедание пищи отводится обычно не больше 15 минут. В игре побеждает тот участник, который за указанное время съел больше пищи, чем его конкуренты. Спортсмены едят гамбургеры, хот-доги, пиццы, печенье, фрикадельки, блины, куриные крылышки, пирожки, морепродукты и многое другое. Обычно для каждого конкретного состязания выбирается только один вид пищи. Иногда ее разрешается запивать водой. В разные годы лидеры конкурса ставили свои невероятные рекорды. Например, в 2011 году один участник по кличке «Челюсти» проглотил 62 хот-дога за установленные 10 минут. А через два года он же побил собственный рекорд, съев за это же время 69 булочек с сосисками. Но назвать полезным этот спорт нельзя. Человек может приобрести не только проблемы с органами пищеварительной системы, но даже умереть от такого стресса для организма. Я Рибыкин Олег, работаю в Великской геолого-разведочной экспедиции, заместителем начальника отдела главного энергетики. Спортом я занимаюсь с раннего детства. Спортивную деятельность начинал я со спортивных бальных танцев. Потом в школьные годы не обходил внимания, там участвовал во всех видах, выступал за школу. Ну и, собственно, в студенческих годах как-то пришел к осознанию, что хочу попробовать себя в футболе. Футбол дает мне растяжку, скорость, ловкость, так как я вратарем являюсь. Ну и личные качества какие-то развиваются, характер закаляется. Спорт – это современно, это молодежно, это все-таки наше здоровье. И, в общем-то, все вопросы сразу отпадают. Спорт – это жизнь, движение. Редактор субтитров А.Семкин